Без бронежилета они на работу не выходят. Дмитрий Лапшин уже семь лет на страже охраны правопорядка. Учился на футбольного тренера, но служба в спецназе поменяла его взгляды. Решил пойти в Росгвардию. Так получилось, что он специализируется на поиске детей. Один раз Дмитрий смог найти сбежавших из дома подростков, другой раз помог потерявшейся девочке. Двигались по маршруту патрулирования в центре города на улице Максима Горького у Покровской церкви. Увидели ребенка заплаканного. Подошли к ребенку, он сказать толком ничего не мог, волновался. Мы только поняли, что где-то живет здесь рядом. Нашли мы соседку. Соседка пояснила, что ребенок живет через два дома. И вот она отвела на нас, и мы благополучно передали ребенка родителям. За последнее время саратовские росгвардейцы смогли помочь найти 12 потерявшихся детей. Иногда на помощь сотрудникам охраны правопорядка приходят гаджеты. Со специальным мобильным приложением в телефоне найти школьника проще. Сотрудники внественной охраны ежедневно принимают участие в раскрытии преступлений. Это не менее двух-трех фактов за сутки. Более 80 выявляют административных правонарушений. За истекший период раскрыто уже более 260 преступлений. В розыске было разыскано более 70 лиц. Патрулирование территории – ежедневные будни сотрудников Росгвардии. Иногда экипажу сообщают по рации об очередном ЧП. Иногда они сами за окна автомобиля замечают ситуацию, которая требует их вмешательства. Небольшая разборка людей. Ну, поделили что-то. Там состояние алкогольное пьянение. После чего были они доставлены тайные граждане в УП номер один для дальнейших разбирательств. В этот раз дежурство обошлось без ЧП. Сам экипаж шутит, что их маршрут, пролегающий по центру Саратова мимо музеев, только на первый взгляд спокойный. Иногда сюда приезжают хулиганить граждане с окраин. Особенно шумно бывают выходные дни. Надежда Новикова, Олег Биряков, Саратов, 24.